А последствия всего этого, вот эти санкции... Ну, я знаю, радикальные направленности... Ну, с чего вы взяли? ...любите разжигать. А последствия вы какие имеете в виду? Ну, санкции против России экономические, то, что депутаты в Госдуме сделали персонами Нонграда. ...нас пугать и так далее, знаете. Пугать и что? Нас пугать и дальше, знаете, как там? Нет, не знаю. То есть не знаете русские? Ну, знаю, но конкретно это не знаю. Народные русские пословицы. Ну, расскажите. С того, что, наверное, все-таки не моя компетенция обсуждать геополитику, это и не моя работа, и не ходит в компетенцию и в мою полномочия. Правильно ли? Я всего лишь маленький, такой маленький глава города. Ну, не самый маленький. Да, небольшого города. Даже не миллионного. Поэтому, ему и прочь. Что касается лично от меня, как от гражданина Российской Федерации, то я еще раз хочу сказать, что эта справедливость восторжествовала, историческая. Еще раз говорю, если историю посмотреть, Крым всегда был российским. И когда в составе СССР Никита Сергеевич Хрущев его подарил Украине, я считаю, это было сделано совершенно неправильно. Вот и все. Ну вот, а то, что сейчас, допустим, США и Европа реагируют на присоединение Крыма к Грибинскому. Своя политика в этом направлении, их тоже можно понять, кому сильная Россия сегодня нужна. То есть, на эту тему мы можем с вами здесь очень долго рассуждать. Нужно вообще? Нет, ну просто хотелось бы знать ваше мнение по этому поводу. А я уже сказал, историческая справедливость восторжствовала в итоге референдума общенародного крымского людей, которые там проживают, приняли решение, что они хотят войти в состав России. Что и произошло. Как вы думаете, остальные жители Украины после этого не будут как-то негативно относиться к России, к русским? Да ну, я думаю, их вопросы будут нам чего до них. Ну? Этих территорий. Вы какие имеете? Западные территории? Ну нет, не только. Вы знаете, я думаю, что там процессы еще будут идти очень долго в Украине. Дело в том, что есть, вы знаете, там у Востока есть Запад, и в восточных регионах больше 50% проживают русские. И там не так все просто. Может быть, конечно же, они не смогут, наверное, в ближайшей перспективе создать какую-то свою автономию. Но когда будут выборы, если они будут демократические, там образуются новые партии с российским уклоном. Соответственно, они будут делегировать в органы власти своих представителей, я имею в виду депутатские, своих представителей. И, соответственно, они имеют право голоса, будут своего. И там не так все просто и не так однозначно, как хотелось бы западникам. А санкции, а что для нас санкции для России, что они дают? Больше потеряет Европа, больше потеряет, в меньшей степени, может быть, американцы потеряют, но в большей степени проиграют европейцы. Потому что мы завязаны друг на друге. Ресурсы основные сегодня все находятся в России. Вы имеете в виду нефть и газ? Да и не только. Все. И вода в том числе. Без России и Европы не сможешь прорезать. Все это только еще начало. Понятно. Хорошо. Долгополитической войны. Все, да?